Якутск в сентябре отметил 384 день рождения. Наша программа продолжает цикл репортажей о столице. Об архитектурной политике города расскажет Саргылана Захарова. С каждым годом Якутск растет и меняется. Развивается инфраструктура, ведется масштабное строительство. Вместе с этим изменяется и облик столицы. Сегодня столичные архитекторы отмечают, что несмотря на требования современной жизни, исторический облик столицы необходимо сохранить. В первую очередь речь идет о реализации проекта Старого города 2. Мы предусмотрели средства на разработку концепции охраны зоны номер 2. Этот участок начинается тоже ограничен улицами Крупская, Чернышевского и Ярославского. Залог, наверное, единственное место, где до сих пор все еще сохраняются оригинальные строения деревянного зодчества конца 19-го, начала 20-го веков. Но современный тамп жизни диктует свои условия. И большие каменные здания начинают вытеснять этот деревянный фонд и грозят полностью лишить столицу важных исторических памятников. Специалисты бьют тревогу. Ценные оригинальные строения легко утерять, но восстановить их будет уже невозможно. Вообще, в залогом жили очень грамотные, такие, ну, сказать, цвет нации, интеллигенция. Жили ученые, жил композитор, например, Корнилов. Так, вот там дом хорошо сохранился, Корнилова. Там можно сделать музей. Еще один пример уходящего небытия истории – сгоревшее здание про гимназии. Оно также входит в программу восстановления старого города 2. В этом здании поступил учиться Василий Васильевич Никифоров-Колюмнир, 150-летие, которое мы отмечаем в этом году. Ну, а далее, вот, видите, в здании каменное реальное училище. Оно было построено в годы правления губернатора Ивана Ивановича Крафта. Реальное училище также планирует восстановить и в случае воплощения в жизнь всех планов проекта, то в Якутске должна появиться цепочка достопримечательностей от первого старого города ко второму. И у одного из старейших и исторических городов страны появится свой популярный туристический маршрут, благодаря которому о богатой истории столицы узнают не только в России, но и далеко за ее пределами. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутия, день за днем.